13 человек, 9 из которых – непосредственные участники Великой Отечественной войны. Самым младшим из них 93 года. Говорили о жизни и о том, как сохранить память о победе. В школах Кубани введены уроки мужества. Проводятся встречи с реальными свидетелями боев. По мнению ветеранов, патриотическое воспитание должно начинаться не только с громких лозунгов, но и, например, с того, чтобы приучивать молодежь не мусорить вокруг себя и не быть равнодушными к окружающим. Все вы по характеру разные, все бойцы. И вот не зря на то, что по характеру все разные, у вас у всех одно очень высокое чувство патриотизма. Вот это я еще раз подчеркиваю, для нас сегодня важно, еще раз повторюсь, и еще, как нам сегодня растить именно такую молодежь, пусть она вся разная, с характерами, с различными точками зрения, но их должно связывать одно – всех воедино, нашу молодежь, наших мальчишек и девчонок – высокое чувство патриотизма. В этом году в школах Кубани прошло более 240 тысяч уроков мужества и организовано 57 тысяч экскурсий по местам боевой славы. Во время разговора с ветеранами Вениамин Кондратьев предложил реконструировать мемориал «Малая земля в Новороссийске». Возможно, существующую композицию дополнят новыми монументами. Один из участников Великой Отечественной войны Михаил Новиков высказал идею создавать в школах фильмотеки с выступлениями ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше.